Тем временем должников по ЖКУ передадут в руки коллекторов. Сенаторы подготовили соответствующий законопроект. Основными направлениями деятельности станет взыскание задолженности по договорам потребительского займа, задолженности физических лиц по оплате коммунальных услуг в сфере ЖКХ, налогов, сборов, штрафов и услуг связи. О других нововведениях и предложениях в новостях в три строки. Народным депутатам СССР предлагают повысить пенсию. Прибавка позволит получать до 200 тысяч рублей. Инициаторами выступило Министерство труда и социальной защиты. По подсчетам, такая прибавка потребует от бюджета примерно 100 миллионов рублей ежегодно. Госдума отказалась обращаться в Центральную избирательную комиссию по поводу нарушений на выборах губернатора Амурской области и Мэриэл. Обращение же по данной ситуации подготовили и направили 157 депутатов из оппозиции. В ответ на это парламентариям посоветовали сразу обращаться в суд. Учебный год, возможно, перенесут. Предположительно, школы и вузы будут начинать занятия в разное время с 1 и по 15 сентября. Президент России поручил главам регионов обдумать возможность установления скользящего графика начала учебного года. Не продавать алкоголь лицам младше 21 года. На рассмотрение в Госдуму снова вынесли законопроект о запрете продажи алкоголя. Сенаторы с партии «Справедливая Россия», радующие за эту инициативу, считают, что такое нововведение снизит показатели по алкоголизации среди молодежи. Ольга Мироненко, Амурская служба новостей.